Всем привет! Добро пожаловать на уроке программирования на языке Lua в Roblox Studio. И сегодняшний урок посвящен телепортированию. Телепортированию из place of place на разные спаун точки. Сегодняшний урок должен выглядеть простым, но на самом деле подготовка довольно сложная. И лучше этот урок посмотреть перед тем, как создавать свою игру с кучей плейсов, потому что вас может ждать разочарование. Итак, сначала я показываю как все происходит. Подошли к телепорту. Сейчас Roblox сообразит, что мне нужно телепортироваться. Вот видите, начались тормоза. Но в этом уроке у меня нет гуишек при телепортировании. Вы наверное видели красивые картинки. Вот мы сейчас видим наш главный place. И есть три таких столбика. Телепорт на другой place на точку спауна 1, на спаун 2, на спаун 3. Так, ну давайте на спаун 3 попробуем. Подходим. Вроде бы я уже прикоснулся. Ну вот у нас телепорт не сразу происходит. Вот начался телепорт. Я телепортирую сейчас на другой place, который находится внутри нашей игры. Вот у нас вот это третий place, вот это второй place, это первый place. Я вам по всем place не буду показывать, потому что на самом деле все это проверил, проверил, все работает. Итак, закрываем игру. Закрываем Roblox. Так, в чем у нас сразу нюансы есть. К сожалению, Roblox не позволит вам тестировать вашу игру с телепортами из place of place внутри Roblox Studio. Очень жалко, но придется создать вашу игру. Сначала создаем обязательно главный place, потом создаем все добавочные place, которые, на которые вы хотите телепортироваться. Ну и так, главный place это, допустим, лобби, а все остальные place это разные уровни вашей игры. Разные лабиринты, разные страны, города и так далее. Итак, создали главный place. Не спешите сразу создавать кучу дополнительных place. Создавайте их один за другим. Как создавать place? Вот у вас уже загружена игра. Для того, чтобы вам дали создать place, ее нужно не только сохранить в файл, допустим, чтобы она не потерялась, но обязательно ее нужно опубликовать с помощью Publish to Roblox. Сделали это совершенно. Работает любой Publish. Приватная игра или паблик игра. Все одинаково. Ну и естественно, если вы игру не доработали, не доделали, то лучше ее делать приватную. Потом откроете для публики. Итак, чтобы добавлять place, заходим в вкладка view и здесь есть game explorer. Нажали. Здесь есть такие папки. Вот из чего состоит ваша игра. Сейчас я рассказываю про place. У вас главный ваш place значком спавна отмечен всегда. И он обычно, ну не обычно, когда вы создаете игру, он есть только у вас один. Правой кнопкой place добавляем новый place. Создается новый place, но он создается не в виде файла на вашем компьютере, а он создается в Roblox, в облаке. Возможно, это и хорошо, что даже если ваш компьютер сгорит, вот как сейчас мой уже тут дымится немножко, потому что запущено два Roblox Studio, еще был Roblox запущен. Я не представляю, на i3 такие тормоза. Ужасно. Вот я создал второй place. Если я сейчас на него щелкну, то этот редактор главного place не закроется, а откроется еще один Roblox Studio. Вот это у меня второй place. Когда вы здесь в нем что-то сделали, нужно делать не просто save файл, а нужно делать published Roblox. Только тогда у вас сохранится этот уровень. Ну конечно, на всякий случай, можно сохранять и в файл. Так, ну и как же тестировать нашу игру? Тестировать нам нужно заходить на сайт Roblox. Заходим в create. Я щелкнул create. Надеюсь, логин не придется делать. Вот мои place. Вот главный place. И мы просто можем щелкнуть на него. Так, щелкнуть. Ну вот главный place нашей игры, допустим. Так. Нажимаем back. Вот появляется. Вот для меня этот интерфейс вот прям очень странный. Ну и здесь кнопка play. Я еще добавил в любимые игры, чтобы, если вы просто из Roblox клиента запускаете, чтобы вам легче было найти. Итак, нажимаем place. Play, извините. Вот. Сейчас пусть быстро загрузится. Не дай бог будет спрашивать пароль. Сейчас я эту капчу выводил. Нет, вроде бы все нормально. Хотя... Вот сейчас должен загружаться клиент. О, отлично. Может быть из-за того, что вечер. Может быть из-за того, что компьютер у меня загружен. Хотя памяти свободно. Так что если у кого компьютеры меньше 8 гигабайт оперативной памяти, с place вы немножко намучаетесь. Итак, все самое интересное я вам сейчас показал. Ну ладно. Демонстрировать игру я уже не буду. Закрываю. Понятно, что игру тестировать из Roblox, а не из Roblox Studio. Вот так. Через сайт. Или можете с планшета, с телефона своего тестировать. На самом деле. Почему бы и нет. Так быстрее. Так. Ну давайте теперь перейдем к телепортированию. Так. Ну этот урок посвящен... Это первый урок из серии про телепорт сервис. И давайте я один нюанс расскажу. Расскажу самое простое. Вот то, что сейчас вы и увидели. Как создать игру. Как телепортироваться между плейсами внутри своей игры. Итак. Это я вам уже рассказал. А, нет. Не рассказал. Сейчас мы к этому. Во. Так. Смотрим на картинку. Куда можно телепортироваться? Вообще с помощью этого телепорт сервиса. Такая служба в роблофе, которая позволяет игроков телепортировать из игры в игру и из плейса в плейс. В текущей игре. Текущая это ваша игра. Вы можете из любого места в вашей игре телепортироваться в любой плейс внутри вашей игры. Но если вы хотите телепортироваться в чужую игру, например, вашего друга Васи, то вы можете телепортироваться только на стартовую на стартовый плейс. Это сделано для того, чтобы люди не могли читерить. Потому что, представляете, там какой-нибудь есть плейс, где раздают всякие плюшки вкусные и призы. И вот какие-нибудь читеры создавали бы свои приватные игры и телепортировались на то место. И хорошее. Вот. Так. Дальше. Какие у нас есть ограничения про передачу данных? У меня есть два урока. Пока два. Ну, наверное, будут дальше. Про Data Storage. Дело в том, что после телепорта все данные по вашему игроку стираются. И вы должны понимать, что информацию по игроку, по его выполненным квестам, по его деньгам и так далее, нужно хранить в Data Storage. Но с другой стороны, если вы делаете простую игру, то какую-то такую неопасную информацию можно передать через телепорт сервис. Но про это будет отдельный урок. Это означает, что когда вы телепортируете игрока в другой плейс, вы вместе с ним можете передать несколько переменных. Ну, или таблицу там с переменными. Например, этот игрок уже выполнил квест номер 3. Ну, кстати, довольно опасная информация. Информация почему опасная? Потому что какие-нибудь нехорошие игроки могут попытаться взломать вашу игру, могут у себя изменить скрипты и написать там, что при телепортировании изменить эти данные и якобы передать информацию, что он уже выполнил квест номер 1. Ну ладно, про то, как защищаться от всяких хакеров и нехороших игроков, я расскажу в других уроках. Итак, что мы можем с игроком передать? Передать, например, его состояние. Что этот игрок, например, ну тут был стандартный пример, что этот игрок ползет. Ну, другое состояние может быть, например, идет. В чем разница? Например, у вас был плейс, вы ползете по вентиляционным трубам, да? И игрок, конечно, должен ползти. Потому что, если вы телепортируетесь в другое здание, ну, которое у вас в другом плейсе находится, в эти трубы, и если он там будет стоять, ну, понятно, он как-то вылезет за текстурой или, ну, не знаю, что с ним произойдет. Так, что же еще можно передать с ним? Передать можно текущую миссию, что ему нужно сделать в этом плейсе, и потом, например, вернуться. Или, ну, придумайте сами. Напишите, кстати, в комментариях, если не очень понятно, я поясню в следующих уроках или в комментариях отвечу на некоторые. Дальше, как делаем обычный телепорт? Все очень просто. Вот код, который вам нужен. Сначала мы получаем в переменную телепорт сервис, службу телепорт, как обычную службу получаем. Game.getService и название службы. Все, переменные у нас теперь есть. Здесь для красоты в какие-то переменные уникальные номера плейсов. У каждого плейса внутри вашей игры и у каждой игры, у каждого плейса есть уникальный номер. Эти номера похожи на уникальные номера, ну, помните, как мы добавляли текстуры, например, любых ресурсов в Roblox есть свои уникальные номера. Как получать номер вашего плейса следующего? Например, вот мы сейчас в главном плейсе и вот у меня есть скрипт телепортирования. О, давайте я буду на своем коде показывать. Так, телепортируемся. У меня три телепорта здесь есть. первый столбик, второй, третий и они должны телепортировать меня вот на этот плейс и первый телепорт телепортирует на спавн, точку спавна. Вот она. Так, как они у меня? спавн 1. Я добавил точку спавна. Так, где у нас это? Вот, спавн добавляем. Я его сразу переименовываю. Обычно называется спавн локейшн. Я правой кнопкой переименовываю его. Один назвал спавн 1, спавн 2, спавн 3. Никакого кода в них ничего там нет. Я единственное добавил билборд и подпись сверху, чтобы было видно издалека, что это спавн 1, спавн 2, спавн 3. никаких здесь скриптов нет. Итак, возвращаемся к главному, возвращаемся к скрипту. Вот скрипт в этом столбике. Как мне узнать идентификационный номер нашего плейса 2, куда мы телепортируемся? А очень просто. Мы во вкладке View вот у нас Game Explorer открыт в главной игре. И в главной игре мы видим все плейсы. И мы можем на любом плейсе нажать, кстати, осторожно, Remove from Game это удаляет этот плейс. Не надо это делать. Remove from Game не надо. А вот есть такая штучка. Copy ID to Clipboard. Скопировать вот этот номер плейса в буфер обмена. И можно вставить. Ну, он уже у меня вставлен. Здесь я для своего удобства эта штука отличается от примера на сайте. Потому что здесь он просто использует функцию Teleport. У службы Teleport Service есть такая функция Teleport. Здесь мы указываем номер плейса, куда мы хотим прыгнуть. Можно чужую игру, можно свой плейс. Вот я сейчас показал. И игрок, который игрок туда телепортируется. Ну, это стандартная функция, которая срабатывает на касание. Здесь мы получаем игрока из параметра. Ну, берем родительский. Кстати, очень хорошая вот эта функция. Она работает быстрее, чем поиск первого Child'а и так далее. Гуманоид мы искали и так далее. Эта штука работает быстрее. Ну, тема урока не про это. в этой строчке любым способом мы просто получаем ссылку на игрока, который коснулся. Если игрок есть, вот эта функция, она умная. Она, если не игрок коснулся, а, например, какой-нибудь другой парт, она не вернет вам сюда игрока. Все отлично, здесь без ошибок сработает. Итак, если есть игрок, который коснулся, мы включаем нашу службу Teleport Service и включаем ее функцию. Телепортирует Teleport to Spawn by Name. Значит, телепортируем на place номер, вот у нас переменный place номер, и на имя спавна. А имя спавна, помните, да, вот я переменал спавн 1, спавн 2, 3, 1, нет, 1, 2, 3, вот эти вот спавны. Так, и кого телепортировать? Плеер. Там на самом деле есть, конечно, еще параметры различные, но мы самый простой способ. В первом прикоснулся, присоединяем запуск этой функции. Вон, part.touch. Все, вот и все. Самая сложность это создать, вот на уроке я вам не показываю, но просто как это долго работало, еще и капчу вводить пришлось. Так, ну что еще вам рассказать? У меня тут записано так, как запустить показал. И теперь давайте посмотрим на такой же скрипт телепорта обратно. Уже из этого, из второго плейса, назад вернуться. Вот у меня одна точка возврата. Вот у нее скрипт, давайте посмотрим. А здесь я пользуюсь другой функцией этого сервиса. Все то же самое, только видите, закомментировал, ну потому что мне не нужно название спауна, телепортируюсь в начальную точку, а там у меня сделан один спаун. Кстати, помните, что игроки могут быть нехорошими и думайте про то, сколько спаун точек и какие они должны быть, можно ли до них дойти пешком или вы должны их там разгородить стенками и так далее. Итак, а у этой функции телепорт есть только два параметра. Первый это на номер плейса, куда вы хотите телепортироваться и кого телепортировать. Ну и давайте еще более скучную продолжим штуку. Так, это я вам рассказал рассказал. Это я вам рассказал. Ну, в следующих уроках я, наверное, покажу пример, как передавать данные телепортированного игрока из плейса в плейс, например, для выполнения квеста и для того, чтобы он вернулся, выполнив этот квест. Например, найди какого-нибудь дедушку и отдай ему яблоко. После того, как ты отдал это яблоко, вернись на главный плейс и получи плюшку какую-нибудь. Ну, все, на этом все. Ставим лайки, подписываемся, вопросы задаем в комментариях, колокольчик можно, конечно, нажать, донейты это вообще супер, потому что иначе мотивация у меня про роблокс кончится. Спасибо за внимание.